Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар в 15.00 по московскому времени. Причем тему этого вебинара предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько разных топиков на выбор. Соответственно, та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе предстоящего выступления. Найдите, пожалуйста, время, поприсутствуйте в прямом эфире. Также в прямом эфире можно будет задать мне вопрос по тому активу, который вас интересует. И я думаю, то, что будет интересно, опять же, обсудить в целом те тенденции, которые сейчас складываются на рынках. Ну что, друзья, это неделя. Пока что вкратце, на что смотрим. Завтра протоколы заседания Резервного банка Австралии. Австралийский доллар остается в нашем портфеле. В моем, как минимум, я ожидаю рост австралийской валюты, потому что по-прежнему уверен, что в текущих условиях Резервный банк Австралии будет, может быть, даже одним из последних регуляторов, который перейдет к снижению ключевой процентной ставки. В среду ждем протоколы заседания Федрезерва. В четверг данные по инфляции в США. И здесь могут быть сюрпризы, которые связаны, в частности, с усилением дефляционного тренда и снижение инфляции с 2,5 до 2,3%. Также в среду будем ожидать данные по инфляции. В частности, это не совсем фактические показатели по индексу потребительских целей. Это слушание по инфляции. Но будут прогнозы, поэтому в целом можно будет понять, о какой позиции придерживается британский регулятор с учетом меняющихся ожиданий по инфляционному давлению. В пятницу будет несколько релизов по Англии, ВВП, промышленное производство, еще индекс цен производителей в США, те же самые данные по инфляции, только с другой стороны. И отчет по рынку труда Канада. Поэтому в целом скучать, друзья, не придется. И еще раз резюмируя, у нас в рамках этой недели два важных фундаментальных события по доллару. Протоколы и данные по инфляции. А если добавить еще и промышленную инфляцию, то можно сказать три отчета. И я предлагаю вам все-таки дать еще продавцам доллара шанс вернуться на рынок в рамках текущих пяти дней. Если мы поймем, что картина под конец недели не изменится, то нужно будет уже вносить корректировки, менять свое отношение к перспективам доллара в преддверии ноябрьских выборов. Мы, собственно, это и сделаем, если будет для этого необходимости. Текущие котировки. Индекс доллара 102.20. Понятное дело, что доллар сейчас воспрял духом на данных по Non-Farm Perls, которые оказались на удивление очень хорошими. По факту, количество новых рабочих мест 254 тысячи, созданных в прошлом месяце с 159 тысяч. Уровень безработицы снизился с 4,2 до 4,1%. Есть также и определенные сигналы усиления инфляционного давления, в частности, прирост зарплаты как в месячном выражении на 0,4%, так и в годовом. С 3,8 до 4%. И если мы сейчас спроецируем все эти данные на рыночные ожидания по тому, как далеко может зайти американский регулятор в вопросе смягчения национальной монетарной политики, то есть в вопросе снижения ключевой процентной ставки, то инструмент в Пайдово Чтул показывает то, что рынок больше не верит в снижение ставки в ноябре на 50 базисных фонтов. Вероятность этого равна нулю. Сейчас пару процентов вероятности того, что американский регулятор вовсе не будет менять ключевую процентную ставку. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что ставку скорректируют просто на 25 базисных фонтов, и вероятность этого 97,9%. Стоит ли прям окончательно отказаться от идеи того, что американский регулятор может, как и на прошлом заседании, пойти на снижение ставки на 50 базисных фонтов? От этой идеи, друзья, отказываться ни в коем случае не стоит, потому что вы видите, что настроения меняются буквально каждый день, и триггером для серьезного пересмотра этих ожиданий может выступить всего лишь один отчет. Поэтому до конца этого года будет еще несколько нонфармов, будет несколько релизов по инфляции, да и в целом мы продолжаем следить за ситуацией в экономике. И могут быть такие стечения обстоятельств, которые заставят нас вернуться к идее того, что американская экономика нуждается в более агрессивном смягчении. На текущем этапе я предлагаю дождаться протокола, который выйдет в эту среду, и потом уже в четверг проанализировать данные по инфляции и положить сейчас на рыночный прогноз того, что дезинфляционный тренд в американской экономике сохранится. Поэтому чем ниже мы увидим значение по инфляции, тем, по идее, будет больше оснований для дезерва точно не отказываться от идеи дальнейшего смягчения экономической политики. Я не буду сейчас ручаться за то, что под конец этой пятидневки мы увидим возвращение на рынок шансов на то, что американский регулятор скорректирует ставку на 50 байсных пунктов. Но все равно не забывайте, друзья, снижение процентной ставки – это не сохранение ставки на прежнем уровне и не ее повышение. Снижение процентной ставки – это условия, которые априори должны провоцировать долгосрочные ожидания по ослаблению курса национальной валюты, где эти снижения ставки происходят. В данном случае в американской экономике, в данном случае речь идет о долларе. Я сохраняю свой долгосрочный прогноз того, что доллар уйдет к новым минимумам, ориентируясь на те инфоповоды, которые только что подсветил, и надеюсь, что среди вас есть тоже сторонники такого подхода. Золото – 2,646 долларов за тройскую унцию. Да, доллар восстановился, мы видели в связи с этим повышенную латинность рынка драгоценных металлов, но я все еще полагаю, что золото сохраняет потенциал для роста. Сантимент в целом не изменился, он остается 50 на 50. Если бы мы сегодня увидели, что толпа залезла в длинные позиции, я бы отказался от идеи покупки золота. Но даже после выхода пятничных нон-фарм-пэрл ситуация по сантименту не изменилась. Добавляем сюда геополитику, спрос на ETF, действия институционалов, позиционирование макрофондов, все прочие факторы, которые я озвучил ранее в качестве фундамента для поддержки идеи роста рынка драгоценных металлов. И я все еще оптимист, друзья, по золоту и жду возвращения этого актива к новым локальным максимумам. Доллар-франк 0,8575. Очень хорошо мы использовали уровень поддержки в районе 0,85, ожидая роста валютной пары, поскольку делался очень большой акцент именно на необходимость ослабления курса швейцарской валюты. Данные по инфляции, которые вышли на прошлой неделе, указали на снижение индекса потребительских цен в Швейцарии с 1,1% до 0,8%. Также были слабые данные по рынку труда. Уровень безработицы вырос с 2,4% до 2,5%. И, конечно же, Национальный банк Швейцарии уже при новом председателе регулятора, при новом руководстве монетарного кваденета продолжить смягчать национальную монетарную политику для того, чтобы ослабить курсы национальной валюты. Об этом я говорил. Здесь приоритет именно то, что будет происходить со швейцарской валютой. Поэтому ждем движения пары в районе 0,87. Австралийцы против доллара 0,6810. В целом коррекция на фоне роста доллара была свойственной для этого актива тоже. Но я думаю, что протоколы, которые выйдут уже завтра, подтвердят то, что Резервная банка Австралии не планирует менять ключевую процентную ставку или, скажем так, снижать ее точно из-за сохраняющихся инфляционных рисков, поскольку в прошлом квартале базовое значение инфляции выросло до 3,8%. И руководство Резервного банка Австралии нам подсвечивало, что до конца этого года что и может произойти с ключевой процентной ставкой, так это ее повышение. Поэтому не будем недооценивать вероятность движения пары в районе 0,70. То есть цель не меняется. Где я отказался от прежней идеи, которая предполагала развитие долгосрочного снижения? Пока что отказался, друзья. Это пара доллар-иена, котировки 148,40, потому что серьезную лепту в текущее рыночное настроение внесли последний комментарий. Новый пример министра Японии Сиба, который провел встречу с Уэдо, главой Банка Японии, мне пришел к выводу, что в текущих условиях не нужно менять ключевую процентную ставку. При этом хочу отметить то, что правительство все же признало, что инфляционные риски остаются получены. Но судя по всему, ИСИБа планирует бороться с проблемами через традиционные инструменты, дотации, субсидии, которые будут направлены на поддержку населения. Уже было поручение подготовить пакет стимулирующих мер. Я надеюсь, вы помните, друзья, то, что на самом деле такие меры поддержки, они лишь провоцируют рост инфляционного давления. Но я не берусь сейчас судить ИСИБу. Может быть, притирается, может быть, он видит какие-то дополнительные инструменты в традиционных аспектах монетарной политики, которые еще не были задействованы. Пока факт остается фактом. Если точка зрения ИСИБа не изменится, то Банк Японии вряд ли позволит себе повысить процентную ставку даже до конца первого квартала 2025 года. И, к сожалению, то, что мы видим сейчас, это полная нейтрализация тех усилий, которые были направлены и использованы, задействованы прежним правительством с целью остановить бесконтрольное ослабление курса национальной валюты. Сейчас мы снова возвращаемся к аптренду. Котировки 148.50. И сантимент указывает на то, что толпа, друзья, остается в коротких позициях. Не нужно быть на стороне толпы. Если интересы к анкосрочной сделке, я бы предложил уже смотреть на отметку 150 иен против доллара. Но это только лишь к анкосрочным взгляд. Потому что если все-таки ИСИБа убедят в том, что не нужно менять вектор денежно-кредитной политики, мы с вами очень быстро вернемся к развитию прежнего даунтренда. По евро-доллару 1.09.72 мы протестировали отметку 1.10. И для долгосрочных сделок, как я ранее отмечал, это идеальная возможность, чтобы входить в эти позиции и ждать уже движения выше отметки 1.12. Сейчас не будем фокусироваться на европейской статистике, потому что она, по сути, не важна. И рынок реагирует только лишь на то, что происходит с долларом. Пара фунт-доллар 1.31.30 текущей котировки. Хочу отметить комментарий главного экономиста банка Англии Хью Пилла, который в конце прошлой недели дал еще раз понять, что действия британского регулятора по снижению процентной ставки будут крайне осторожны, поскольку сохраняются инфляционные риски. И Белли в интервью Guardian также отметил, что внимательно банк Англии сейчас внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке, в частности за тем, что происходит с рынком нефти. Понятно, потому что рынок нефти и стоимость нефти это то, что и влияет прямым образом на данные по инфляции. Мы видим то, что нефтянка сейчас растет, соответственно, делаем вывод, что с временным лагом этот рост может отразиться на повышение цен и, соответственно, должен сдержать действия Банк Англии по смягчению ключевой процентной ставки. Поэтому я такой же оптимист, друзья, как и раньше в отношении британской валюты. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok